Татьяна Сулейманова пять лет трудится в городском ТТУ, моет подвижные составы. В этом году работы прибавилось, как и ответственности. Этой весной бригады начали обрабатывать общественный транспорт специальным химическим антибактериальным веществом – хлорамином. По рекомендации Роспотребнадзора, его используют в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. С радостью прихожу на работу, с радостью мою. Самое главное, чтобы люди были в безопасности. Безопасность – это самое главное. Дезинфекцией трамваев и троллейбусов занимаются 65 человек. Работают в основном по ночам, дополнительно обрабатывают транспорт и во время обеденного перерыва. На один состав уходит два часа и всего две столовые ложки порошка хлорамина, который разводят в воде. Вот у нас используется хлорамин, вот у нас здесь вот он. За восемь месяцев предприятие уже использовало 600 килограммов вещества. На это, а также на средства индивидуальной защиты потратили около миллиона рублей. Следующую партию планируют закупать ближе к Новому году. Чтобы справиться с большими объемами работ, кроме мойщиков-уборщиков, привлекают и добровольцев. Работы хватает на всех. Привлекают те люди, у которых позволяет производственная смена, там, слесаря, либо литейщики производства, тоже мы сюда подключаем, потому что, ну, тяжелая-тяжелая ситуация, большой объем. Тем более, если раньше мы просто протирали, то теперь это добавляется работа с химическими средствами, поэтому привлекаем всех. Владимир Сосновский сам вызвался добровольцем. Мужчина уже больше 20 лет работает литейщиком. Этот непростой год освоил еще и обработку трамваев. Трудится в перерывах на обед, остается после смены. За свою работу доброволец не получает денег. Мотивация гораздо ценнее. Я свою семью люблю. Ничего я не получаю. Мне зачем? За доброту. Мне хватает то, что у меня семья жива, здорова, а мне этого хватает. На руководство транспортного предприятия решило все-таки отметить самых добросовестных работников. Владимир и Татьяна получили почетные грамоты городского департамента транспорта и премию в размере оклада. Благодарностями отметили всех сотрудников, которые занимаются дезинфекцией. Поощрить людей, чей труд он пассажирам может быть не так заметен, потому что это не водитель, не кондуктор, с кем пассажир сталкивается каждый день, но он крайне необходим в сложившихся условиях. Обработка общественного транспорта хлорамином в Самаре продолжится, пока не снизится заболеваемость коронавирусом. Мария Левина, Сергей Баскин. События.